Привет всем, с вами Вайми, я продолжаю стримить Dark Souls с модами, я не помню зачем я здесь вообще, ну то есть я помню зачем я здесь, я говорил с этим парнем, кузнецом, и у меня похоже не получится этот баг, хотя у меня получится вот так. Так, ну в общем-то сегодня Манус, и это меня немножко пугает, в прошлый раз я его конечно снес половину где-то ему жизни с первого раза, но перед этим в прошлый раз я два часа убивал Арториаса, и это было долго и сложно, так что да, ну посмотрим что с Манусом получится. По крайней мере никого особенно не надо убивать по пути, так что я надеюсь все будет нормально. Упс, как-то я перелетел немного, это нехорошо, придется мне покупать PlayStation, потому что 25 апреля, точно подтвержденная инфа, упс, я могу конечно сейчас открыть этим проверить, но мне как-то не очень хочется. По крайней мере сегодня днем такой фигни вроде бы не было, но не знаю, посмотрим. Ну в общем-то начало как-то не совсем, в том плане, что я словил этот черный фаербол, или что это, как это назвать, Бэкорб, и умер сразу. Ну это нормально. Или что я вообще словил? Вроде бы фаербол, а не атаку этого парня, хотя сейчас я словил атаку этого парня, окей. Ладно, я хочу все-таки проверить, секунду, звук пропадет из игры. Стим. Так, да, действительно можно предзаказать. И это хорошо. И действительно 25 апреля, окей. Ну посмотрим. Ладно. Ну хотя бы, хотя бы что-то подтвердилось уже хорошо. Если буду покупать PS3, будет прохождение Demon's Souls. Скорее всего, да. Не сразу возможно. Я подумаю над этим. Надо сначала разобраться, что там с возможностью записи с PS3 и все тому подобное. Окей. В этот раз я не умер от этого всего. Могу я пробежать мимо всего этого и не получить еще один фаербол в спину? Могу. Окей. Отлично. Нет, я не буду предзаказывать. Зачем? Я не вижу смысла предзаказывать игры, если там не даются какие-нибудь офигенные бонусы. Да и даже если они даются, то можно предзаказать там за день до того, как оно выйдет. То есть я часто предзаказываю игры именно за день или там за несколько часов до выхода, чтобы их скачать заранее. Но за долгое время никогда. Ладно, за ставку пофиг. О, у меня меч нормальный. Который сразу же стал ненормальным. Это бывает. Это то, как работают эти все моды. Ну конкретно этот один мод. В общем, манус, как я уже в прошлый раз говорил, идти назад, перекатываться. От некоторых атак перекатываться не назад, а в сторону. Упс. Я хотел в него выстрелить. Окей. Перестань делать эту атаку и сделай что-нибудь, после чего я могу тебя ударить, манус. Упс. Один раз надо было бить. Ну ладно, я зря перекатился в сторону, надо было назад. Назад перекатываться от него безопасно. То есть он почти ничем не может зацепить, если назад перекатываться просто. После этой атаки можно ударить. Или выпить эстус, или. Я сделал то и другое, и это было немножко зря. Надо проапгрейдить костер. Пять эстусов мало на этот бой. Я зря ударил, но ничего из этого не случилось. Этим я не могу ничего ему сделать. Ну, 14 урона, но... Все равно рано перекат. Но я могу вылечиться. Окей. Еще раз та же самая атака. Перекатываться нужно в последний момент, естественно. Особенно от этой атаки. То есть не то, чтобы особенно от нее, она просто очень долгая, и из-за этого часто получается рано. Перекат. Ну ладно. Снова. Ну, в принципе, она халявная, если правильно перекатываться. От этого назад. Ну, или в сторону можно было бы, или там вперед. Куда угодно. От этого определенно назад. Упс. Я зря нажал атаку. Но я... Когда я нажимал атаку, я еще не видел, что у меня молот смолга. По крайней мере, я этого еще не понял. Окей. Ну, я... Ага. О, сойдет. Я ударил цваем с анимации кастета. Всегда хорошо. Вот этот я зря сделал, но... Ну ладно, он меня зацепил слегка, но все равно. Слегка. Мне, в принципе, нравится этот ножик, но он коротковат. И в данный момент он был не проапгрейджен нормально. Потому что если он нормально проапгрейджен, у него урона больше. А, арбалет есть. Можно выстрелить мимо него. Вообще, абсолютно. И потом в эпидентство сословить удар. Сойдет. Кто-то где-то умирает. Это, видимо, все эти призраки в начале. Куда-то дошли и спрыгнули. О, я мог бы его заблинить, наверное, если бы у меня не смеялось оружие нацвать. А знаю про твитч-плей с покемон. Я не знаю, мне неинтересно. Упс. Меня оно напрягает тем, что от него, похоже, твитчат иногда умирает. Ну, по крайней мере, тогда, когда он умирал пару дней, это было, скорее всего, именно из-за этого. Ладно, я думаю, стоит проапгрейдить костер, если я смогу остановиться на человечности при смене предметов. И, в принципе, наверное, два раза сразу стоит, или даже три. Ну, я сделаю два. Пятнадцать асусов — это достаточно. В большинстве случаев. Двадцать — это как-то совсем уже перебор. Как они вообще до этого додумались? Я не знаю. Как-то додумались. Чей-то знак веселья. Но я призывать не буду никого. Нет, это не та кнопка. Я хочу всё соло пройти. Хотя я могу призвать сифа. Он, конечно, бесполезен. Как это работает? Ну, там бот в чате люди пишут, что делать. Типа там вниз, вправо, там А, Б, всё тому подобное. И бот это берёт и вводит в игру. Ну, ладно, он промахнулся. Так что всё хорошо. Второй раз он просто не впадёт, окей. Это вот эти вот все парни тогда спрыгнули и мне дали кучу душ. Ну, или те, которые вначале. Пофиг. Одна и та же фигня. Возможно, мне стоило подождать, пока заставка кончится. Потому что у меня, возможно, сменилось бы оружие при этом. Я не уверен, считается ли игровое время в этот момент. Но всё равно, где здесь... А, блин, я сиф не спас, так что он не может здесь появиться. Окей. Тогда пофиг. Мне лень его спасать ради этого. Окей. Это легко. Это было бы хорошо, если бы я не промазал. Это было бы хорошо, если бы я нажал перекат на... Не знаю, полсекунды раньше, чем я его нажал. Упс. Вау. Я каким-то образом от этого увернулся. У меня обычно вроде бы не получается эта атака. Ну, вернуться от неё. Окей. Дубина на 107 урона. Ну, в принципе, ничего так. Драйзубец я не могу использовать. Статов нет. Ну, хотя я могу им ткнуть, но урона никакого практически. Это плохо. Стена внезапная. Да, я из-за этого сейчас... Нет, не кучу урона получу. Но всё равно вот за это я ненавижу арену Мануса. Тут внезапно стены. Окей, Эстус. Назад. Арбалет. Ненависть. Почему-то не ставится DS-FIX на пиратку. Потому что разные версии. Новый DS-FIX на старых версиях не работает. И наоборот. Ну, скорее всего, поэтому. Упс. На пиратках там обычно не самые последние версии бывают. Упс. Так, мне нужно от него нормально увернуться хоть раз. И вылечиться. Это было бы неплохим вариантом. И опять меня сейчас стена это убьёт. Хотя нет. Сейчас нет. В принципе, два раза вылечится. И я не успел перекатиться. Как стандартно. Вот этого я успел перекатиться. Этим мечом я не могу пользоваться. Этим мечом я могу пользоваться. Но я сейчас ударить не могу. Хотя... Нет. Если бы я правильно перекатился... Да, блин. Какого хрена? Окей, эстус. Один хотя бы. Окей. Кинжал это не хорошее оружие. Стена это тоже нехорошо. Арбалеты тоже, естественно, нехорошо. Когда арбалеты были чем-то хорошим. А вот кристальный сервер это ничего так. Даже два удара. Окей. 26. Бесполезно. Нет особого смысла даже больше стрелять. Упс. Я не знаю, что было с камерой. Если бы этого чего-то не было с камерой, я бы, возможно, ударил его или не получил бы урона или еще что-нибудь сзади меня. Стена. Это нехорошо. Окей. Да, давай прыжок. Я вылечусь. Да, я навсегда отключу щиты. Ну, не знаю. Возможно, на уровнях именно я буду их включать обратно. Упс. Я ненавижу эти колонны. Но на боссах определенно нет. Особенно на таких. На Манусе, там, на Каламите. Это сложные боссы. Возможно, мне не хватит 15 эстусов. Не знаю. О, какой урон. И Пиромантия. Я зря назад перекатился. Ну, хотя бы он мне даст вылечиться после этого сразу же. Рано. Я зря ударил, но это ничего не... Ничем мне не помешало. Я просто ударил в воздух уже. Окей. Прыгай. Алибарда кристальный, это хорошо. Лук, это тоже не так уж плохо. Хотя урона копейки какие-то вроде бы. Или не копейки. Нет, копейки. Эта вот хреновина должна его неплохо дамажить, да. В основном потому, что она сама по себе неплохо дамажит. Если буду неаккуратно играть, то, конечно, не хватит. Ну, естественно. Если идеально все проходить, эстус вообще не нужен. Окей. Очень слабо. О, мадя. Я добегу. Да, докачусь точнее. У, и кристальная вот эта вот алибарда. Неплохо. Кристальная коса. Было бы неплохо, но... Дождь. Просто несколько перекатов в одну сторону. Снова дождь. Вау. Не так уж важно в какую. По-моему, к нему не стоит перекатываться. Ау. Если бы я попал... Баудером. Было бы неплохо. Нет. Окей. Видимо, я научился от этой комбы его уворачиваться. Потому что раньше я вообще не мог. То есть, если я был слишком близко, когда он ее начинает, я умирал от этого просто. Надо было тыкать. И надо было позже уворачиваться. Окей. 59 это ни о чем. Ну, это легко. Нет, я... Окей. К счастью можно сканцелить. Перекатом. Это тоже легко. Ага, дождь снова. Можно от него даже не перекатываться от дождя, а просто идти или бежать. Перекатываться безопаснее. Это бессмысленно. Даже потому что я промахнусь. Но если бы я и попал, то все равно было бы достаточно бессмысленно. Потому что урона у когтей низкий достаточно. Можно выпить эстус. И ударить его на 40 урона. И... Дождь снова. Окей. Черт. Снова дождь. Ненависть. О, 300. Нифига себе. О, я идиот. Да, я идиот. А, я совсем идиот. Да, и особенно я идиот, потому что я перестал смотреть на экран, и на самом деле я выжил. Веселье. Черную магию блочить нельзя, ее можно отбивать этим самым. Ну, блочить ее можно, конечно, если щит хорошо все блочит. Но можно ее отбивать амоледом, которого у меня нет. Но это неудобно. Потому что он как эстус юзается. Ну окей, хотя бы я его достаточно сильно задамажил. Ау. Этот парень меня достаточно сильно задамажил. В принципе, добей меня. Я хочу с полной жизнью дойти туда. Ну или... С близкой к полной. Ну ладно. Парень, не убивай меня. Вот, спасибо. Я подобрал свои 0 душ. Или 10, или сколько там. Я уверен, что здесь можно спрыгнуть и не получить урона. Где я только что спрыгнул и получил урон. Но я не знаю как. Ну хотя, может быть, я не уверен. Может быть, я вру, что я уверен. Не знаю. Окей. Ну ладно. Еще одна попытка. Окей. Очень слабо. Это не очень слабо, но по мне. Ну в принципе, да. И неплохо его задамаживать им. Эстус. Упс. Упс. Да, у меня костет какой-то унывый. Оу. Почему эта атака у алибарда такая... Такая недальнобойная, которая после переката, я имею в виду. Упс. Окей. Какой-то урон. И я зря ударил. И я неправильно перекатываюсь. Окей. Эстус. Ладно. Перестань делать эту атаку. Я не знаю, как его... Ну то есть, скорее всего, его можно ударить после этой атаки. Но придется подходить к нему в упор. А это немножко опасно. И я мимо него ткнул. Ладно. Уу. Хороший урон. Кристальная рапира. Кристальная рапира это хорошо. Окей. Его отравить можно. Ну, можно всех боссов отравить. Вообще всех врагов. По-моему. Просто... Если его отравить или заблидить, это не будет написано внизу, урон, который проходит. Он просто будет проходить. Так какого хрена его пропал? Я ненавижу эту его атаку. А так отравить или заблидить можно любых боссов. И вообще всех, наверное. Резист разный у всего. То есть, возможно, мануса сложно отравить. Окей. Надо было бить. Но я идиот. Традиционно. Я думал, он второй атаку после этого сделает. Похоже, я действительно научился уворачиваться от его комбы. Это мне не очень помогает. Но, с другой стороны, если бы я не научился от него уворачиваться, я бы умирал заметно чаще. Потому что эта комба, это... Наверное, была раньше самая частая причина моей смерти в бою с манусом. Ну и так же у меня сейчас жизни много, так что я могу пережить некоторые его атаки. Дракона на мосту нельзя отравить. Возможно, кстати. Но он вообще какой-то кривой. Его вроде и убить из звука нельзя. И вообще там... Какие-то вещи он регенерирует или что-то подобное. Не знаю. Да, вполне возможно, что у дракона такой резист, что стрелы не успевают накапливать яд. Пробовать надо чем-нибудь, наверное, дамажившим ядовитым. Там, дубиной какой-нибудь или мечом или чем-то подобным. Оружием, в общем. Ближнего боя. Потому что оно быстрее бьет и больше яда обычно. Ну, хотя не знаю. Упс. Я ненавижу, когда он так подходит от этого камеры и начинает... Того. Идет. Окей. А, там знак. Я думал, что там такое светится. О! Я упал, не получив урона. Ну, я получил урона от первого падения. Упс. И я получил урона от этого парня. Ладно, пофиг. Вылечусь. Или... Или прыгну случайно. Тоже вариант. Окей, надо попробовать не спрыгивать в пропасть. Это, возможно, хороший вариант. Надо отключать привязку к персу. Камеры отключены давно. Он все равно себя иногда странно ведет. Когда всякие боссы близко подходят. Окей. Окей. И окей. Ладно. Еще одна попытка. Очень мало урона, естественно. Рана перекат, естественно. Эстус. Все равно я не могу его убить. Это... Это... Что это вообще? Копье. Копьем. Этим я тоже не могу его убить. Но я могу его ударить, конечно. Это нанесет какой-то урон. Но, во-первых, урона будет мало. Во-вторых, у меня будет стаггер от этого. Что нехорошо. О. Мало, конечно. Но все равно Альбарда это хорошо. Это вообще слабо. И он прыгнул неудачно. Там проблема, по-моему, не в привязке камеры к персонажу, а именно в локе. То есть он залочен, поэтому камера пытается на него смотреть, а когда он близко подходит, она из-за этого в землю уезжает. По-моему, так. Но не уверен. Ну, потому что, как бы, точка, на которую пытается смотреть камера, она выше, чем... чем уровень моего персонажа. Блин, я хотел бы ударить этой дубиной, но, видимо, не получится, потому что он сейчас будет свою помбу делать. И пока он ее будет делать, у меня сменится оружие на унылый. Ну, хотя нет, не унылый. Все равно нормальный урон. Но все равно на этот... Какой-то... Что это было вообще за модификация? Окульт или рау? Неясно. Почему у меня иногда оружие в одну руку обратно берется? Это напрягает. Я из-за этого урона меньше наношу. Упс. Причем оно иногда при смене оружия так делает. Упс. Сториевайн Грикса, того, который волшебник первый. Что у него в сториевайне там? Он пытается идти за Логаном и умирает? Наверное, все. Я не уверен, что там у него с историевайном. Если это вообще он. Вроде Грикс. Упс. Упс. О, черт. Как меня бесит этот маг? Почему он респаунится? Если бы он не респаунился, все было бы очень просто. Но, с другой стороны, если бы все было очень просто, то это было бы другой игрой. У боссов-демонов слабость как ультам оружия? Эээ... Нет. Возможно, конкретно у Мануса слабость к оккультному оружию. Надо будет это проверить как-нибудь. Взять оккультное и какой-нибудь там дивайн или магическое с таким же уроном. Ну, с более-менее таким же уроном. Возможно, у него именно к магическому урону слабость, кстати. Хотя, вроде магическое его тоже слабо бьет. Но этот топор я тоже не смогу заюзать, потому что, да. Именно поэтому. Окей. Он меня задамажил своим прыжком. Тем, что он меня коснулся, в принципе, пока был в воздухе. Он это умеет делать. А, как его продолжить? Стори-лайн Грикса. Это... Скупить у него все спелы, потом... Ну, не обязательно потом. В общем, спасти Логана. И потом, когда Логан уйдет, нужно скупить у Грикса все спелы и поговорить с ним пару раз. И он пойдет в сцену и умрет там. Блин. У Мануса очень высокий резист к магии. Ну, в принципе, да. Наверное. Почему никто еще не достал всю эту инфу? В виде инфы из игровых файлов. Какие у каких врагов резисты там и все тому подобное. О, вернулся, надо же. И от этого. Но от этого проще уже было. Потому что я это хотя бы видел. Даркбит его дамажит намного хуже Кристального Копья. Интересно. Ну, в принципе, темная магия, она же наполовину магии, наполовину физикл или что-то подобное. Так что, возможно, просто его сочетание резистов играет роль. Но не уверен. Коса предстилы против любых боссов, почти имбовое оружие. Окей. Слишком далеко укатился. Ну, в принципе, все равно я подошел, ударил его без проблем. 70. Вот это вот рапира имбовое оружие против всех боссов, если ее обмазывать чем-то. Ну, и не только против боссов, да. Шорт. Я хочу тебя ударить. Да, я его ударил пару раз. Пофиг. Пофиг на все. Бить. Вол. Я, конечно, зря так, но я хотел его ударить мечом Савера. Ладно. Полтора часа... Не полтора, а полчаса, результат нулевой. Окей. Возможно, кого миды сегодня не будет. Возможно, будет. Не знаю. Строить демона с двух ударов, Блид делает коса присцела. Ну, у него просто очень слабый... Слабый резист к Блиду. У Строить демона и вообще у всех этих демонов. Строить фаер сейджи и... Первый, как его зовут? Осайлом демон. За мной что-то летит, по-моему. Или это его этот туман, или... Я не знаю, что он там скастанал. В живом случае, это нехорошо. Окей. Арбалет, уберись. Ладно, сейчас сам уберется. Да, зайдет. Окей, окей. И окей. Я никогда не могу правильно рассчитать его дальность этой атаки. В том плане, что я либо там... На таком вот примерно расстоянии от него, как сейчас, то есть далеко, либо под нее попадаю. Если бы ее правильно рассчитывать и оказываться ровно перед ним, когда он заканчивает комбо, это было бы неплохо. То есть, чтобы именно не приходилось идти вперед, а можно было просто ударить. Арбалет мне не нужен. Я даже стрелять не буду. Урон, скорее всего, будет каким-нибудь смешным, а... Времени на это я потрачу много и, возможно, откроюсь для атаки. Снова комбо. Окей. О, неплохо. Если бы я второй раз еще успел ударить, было бы вообще неплохо. Да, скорее всего, это последнее прохождение дарка. Ну, не знаю, может быть, мне вторая часть там не понравится. Или еще что-нибудь подобное. Посмотрим. Разберемся. Но я не думаю, что мне не понравится вторая часть, потому что все, кто в нее уже играл, говорят, что она как первая только лучше. А в нее уже играла куча народу, потому что там утечки и все тому подобное. Окей. У дракона нежити в долине нет хвоста. Там вообще половина дракона только. Как и в нарисованном мире. Я постоянно забываю, что мне нужно будет еще нарисованный мир на этом персонаже. Какого хрена проходить? Я нажал выпить эстус, у меня персонаж достал щит вместо этого. Я не понимаю. Я не понимаю эту игру и то, как она работает. Как отключить 60 FPS в DSFIX во время игры? Backspace по дефолту. Можно переставить там где-то в конфиг файлах. Окей. Я не помню, чтобы я когда-либо видел эту атаку, которую он только что сделал. Ну, допустим. Ну, то есть, наверное, я ее когда-нибудь видел, но я ее просто не помню. Не помню. Ненависть. У меня вот эти вот атаки, в которые он сейчас по мне попал, она есть одна атака, когда он сразу заканчивает после того, как ударил. А есть комбы именно, что он еще два раза бьет. Я между ними не вижу особой разницы. Я не знаю, есть ли она вообще. Упс. Окей. Я зря второй раз ударил. Я зря перекатился. Я вообще все зря сделал. Я зря сюда пришел. Зачем я вообще его убиваю? Мне нужно пойти убить там ниты четырех королей и пойти к Гвину. Записано все. Да ладно. Что насчет выбивания ачивки воинской части на стриме? Ну, мне лень. Это неинтересная ачивка. Я зря второй раз ударил, но все обошлось. Я просто зря ударил в том плане, что это не нанесло ему урона вроде бы. Или очень мало нанесло, или что-нибудь подобное. Костет. Бесполезен. Рапьера полезна. Может быть. Нет, не очень. Урона мало. Не заточенная. Копьера Орнштейна. Так себе. Ну, в данной ситуации. Ну, и в принципе, она, наверное, так себе для ПВЕ. Ага. Скоро он начнет спамить Маги. 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 Я зря второй раз ударил. Окей. Неплохой урон. Я даже вовремя перекатился. Внезапно. Ах, дождь. Я туплю. Видосов про лучников почти не найти. Это потому что лучникам играть невероятно уныло. С боссами может быть еще как-то достаточно интересно, но обычные враги это просто невозможно. Потому что любой враг со щитом и все. Лучник кончился и приходится там либо стрелять в него полчаса ядовитыми стрелами, либо еще что-нибудь подобное делать. Извращения всякие. А, дождь. Я туплю. Я начал путать его маги. Это нехорошо. Окей. Ну, хоть какой-то урон, наверное. Самое интересное чудеса пиромантия без оружия. Ну, не уверен. Пиромантия очень хорошо убивает всяких боссов. Чудеса, в принципе, хуже, но тоже неплохо. А врагов обычно их можно игнорить или там каким-нибудь комбозочным убивать. А, нет, это дождь. Манус, делай уже что-нибудь, после чего я тебя ударить могу. После этого я могу, конечно, подбежать к нему и ударить, если бы я второй раз случайно не перекатился. Вот, хорошо. И даже неплохо задамаживаю. Я могу его ударить, но вопрос в том, будет ли у меня оружие. Видимо, будет этот вот исток. Что неплохо. Двойной удар у рапир сразбегает хорошо для этого момента. Потому что сразбегаю его там удобнее всего бить. Почему я два раза перекатываюсь? Да. Ладно, я не понимаю, как работает управление. Я пытаюсь перекатиться и потом сразу же начать бежать вперед. Но, несмотря на то, что я жму вперед и держу бег, у меня получается перекат. Дождь снова. Причем перекат не вперед, а в сторону. Нет. 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 Я ненавижу, когда он так делает. Дождь и потом сразу это кольцо, потому что нельзя просто до него добежать вовремя. Ненависть. Либо чудеса, либо пиромантия. Хм. Ну, не знаю тогда. Но пиромантия хорошо против всех боссов, кроме того, что вы залите. Чудеса, в принципе, неплохо должны быть против всех боссов. Не знаю. Да, блин. Я ненавижу этого мага. От дождя отойти к краю арены и поставить щит, но... Дождь не проблема. От дождя просто можно бежать в сторону или перекатываться в сторону. И он не попадает. Проблема кольцо, когда я далеко. Ладно, я выпью это сразу. Сразу. Я хочу его ударить этой глефой. Потому что это глефа, да. Ну, это, конечно, алибарда, но по виду это глефа. Вау, я перекатился назад и не попал под эту атаку. От кольца отойти к краю арены и поставить щит. Хм. Ну, сейчас я не очень хочу это пробовать, если у меня будет шанс добежать до него. Но когда-нибудь может быть. Надо будет попробовать. Возможно, это даже сработает. Но, в принципе, все равно в щит ловить всю эту магию тоже нехорошо, потому что она все равно очень больно дамажит. Надо просто следить, чтобы не отходить далеко слишком от него, когда он дождь кастует. То есть нужно в сторону идти, а не от него. Потому что если я далеко от него, он кастует кольцо. А кольцо, если я совсем далеко от него, это смерть. Сразу. Или можно было бы выпить тестов, наверное, потому что я с полной жизнью переживаю кольцо. Камера, перестань. По-моему, в камере виноваты еще и стены, которые тут по арене раскиданы. Я не знаю вообще, зачем они здесь, они только мешают. Отвернуться и блочить. Тоже вариант. То есть я бы хотел от него вообще урона не получать, а не снести половину жизни себе. Рано. Ладно. Эстус. Лук достаточно бесполезен. 41. Окей. Уу, неплохо. Жаль. Убралось быстро. Неверно есть. Окей. Я не знаю, почему я жив. Да почему у меня постоянно щит убирается? Точнее, не щит, а... Наоборот. Вот, достается. По-моему, это копья такую фигню делают. Когда у меня копье в руке появляется, я беру щит вместо того, чтобы в двух руках его продолжить держать. Хотя вот сейчас с этим и чем то же самое. Окей. Какая уже попытка? Хрен знает, я не считаю. Свой слишком медленный для того, чтобы после этой атаки его ударить. Свой, в принципе, слишком медленный, но... Неважно. Рано. Дай мне вылечиться, Манус. Сойдет. Это очень хорошо, потому что он дает мне вылечиться и дает мне потом себя ударить. Хотя оружие, конечно. Но комбо мне начинает очень нравиться, потому что это халявная атака. И куча времени на то, чтобы вылечиться. Рано снова. Я сря я его ударил. Ну, в принципе, обошлось. Упс, стена. Ага, дождь. И я два раза промазал. Поэтому нужно уворачиваться вправо, а не влево от этой атаки. Вроде, если вправо уворачиваться, то он ближе, оказывается. О, его рука. Ну, его рука это тоже он. Окей. О, внезапно. Зачем он это сделал, когда я рядом с ним? Жаль, у меня оружие, конечно, такое плохое. В этот момент было. Я мог бы выпить эстус. Снова? Да. Сейчас тут у меня оружие получше. Третий раз я промазал, но все равно. Эстус. А, рано, но он одним только фаербомом попал этим даркбидом. Как это назвать? Стена. Опс. Окей. Немного урона. Маловато, но все равно сойдет. Черт, я его пнул вместо того, чтобы ударить. Я мог бы ударить два раза, если бы я его не пнул. Так-то, конечно, все равно ударил. Мне нужно другое оружие. Да, сойдет. Не так уж много урона, но хотя бы больше, чем... Чем почти все остальное, что у меня когда-либо было. Дождь? Да. Окей. У-у-у, если бы я его сейчас ударил, было бы очень хорошо. Кристальная дубина. Но я не ударил. Потому что стена помешала и все тому подобное. То есть стена помешала видеть, куда он... Что он будет делать дальше и все тому подобное. В общем, если бы там не было стены, я бы уворачивался в правильную сторону. Вот что я имею в виду. Ну, или что-нибудь подобное. Может быть. Оу. Не вовремя смена оружия. Я не могу его бить, естественно. Кристальный кнут. Я все еще не понимаю, как это работает. Я не успею его ударить этим мечом. К сожалению. Да, чертовы стены. Когда они кончатся. Окей. Окей. Ага. Кольцо. Ой, у меня даже оружие нормальное его дамажит. Надо было раньше начинать идти в сторону. Я на всякий случай выпиваюсь. То есть у меня... Было столько жизней, что кольцо меня бы убило, например. По-моему. Еще разок. Не вовремя сменилось. Если бы не сменилось, на него оставался бы один удар, скорее всего, чем угодно. Упс. 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 О, 58. Слабо. Но если у меня сейчас правильное оружие будет, то я, скорее всего, его убью, если не начну бежать слишком рано, как я сейчас пытался сделать. Да. Ура. Готов. Готов. Ура. Отлично. Куча человечностей. Еще куча этих, ну... Да, они, видимо, сначала умирали те, которые в начале, а здесь они все подошли к стене тумана и только сейчас спрыгнули. А веселье. Так, что я в чате пропустил? Даркорп спред, окей. Ты уже выбивал скиллгем. Я уже несколько штук вроде бы выбил, два или три. Но они все унылые. Они все кодснапы. Завтра будет видео, кстати. Ну, не про скиллгем, а, в принципе, по паталу экзайл. Так. Про порт на PS4 ничего не известно. И, в принципе, больше я вроде бы ничего не пропустил в чате важного. Ну, окей. А теперь будет немножко хуже, потому что коломит. Или не хуже, не знаю. Я не уверен, коломит хуже или манус в такой ситуации. Так. Хочешь кодснап? А какой у тебя? Огненная стрела, которая взрывается. Ну, тоже интересно. Наверное. У меня проблема не в том, что кодснап, а в том, что у меня их несколько. Одинаковых. Ну да ладно. Кто, что слышал про такую игру, как Wildstar, я слышал название. Вроде какая-то ММО, и это практически все, что я не знаю. Вроде видел какое-то видео или что-то подобное. Не знаю. Собаки уйдите отсюда. Поменяемся. У меня на Invasion, если что. То есть на хардкорной лиге новой. Так что если на софте, то там у меня нет ничего. Стримы по пою будут. Тут, возможно, в субботу Dark Souls и ПВ. Скорее всего. Ау. Окей. Ну, это легко. Если бы я еще попадал по нему. То же самое. Если бы у меня еще дамаг по нему проходил нормальный, а не по 33. Он близко. О, у меня этот костер не прокачан. Черт. Или что? А, нет, этот. Хм. Я не помню. В принципе, к нему можно бегать от костра от самого первого, как к Артавариасу. Чуть подольше получается. Окей, это не страшно. Это достает, но не страшно. Можно вылечиться. Придется скачаться на Invasion. Ну, у меня и там, и там будут какие-то персонажи. Но, скорее всего, на стримах будет Invasion. Потому что он веселый. И потому что Hardcore, как и для стримов, более подходит. И интересен. На мой взгляд. Почему Мич Гвина такой слабый? Упс. Упс. Зачем я назад перекатился от этого? Окей. О. Да, я стартану операционного с подписчиками. У меня даже есть хитрые планы насчет этого перса. Хотя я совсем не уверен, что это прокатит. Вау, я жив. О, хрена. Комит, почему я жив. По-моему, я его сломал. Нет. Жаль. Если бы я его сломал, он так постоянно шел в меня, было бы весело. Да, блин. Я не успел перекатываться от этой атаки почти всегда. Хвост. Естественно, я не успел. Ну, с первого раза я его не убью, скорее всего. Ну, в принципе, вроде бы полегче, чем Манус получается. Пока что. Ну, он и сам как босс полегче, чем Манус, на мой взгляд. А мод в данной ситуации ничего не меняет. Мод меняет что-то в Нита и королях, потому что их нужно убивать за огранич... Ну, то есть, нет, не за ограниченное время. Королей нужно убивать за ограниченное время. А Нита там куча бомжей, которых можно только диван оружием убивать. А остальные боссы, вроде как, не должны быть сложнее, чем... Ну, то есть, они сложнее, чем в обычной игре, но относительно друг к другу они не должны быть там сложнее или прочее. Окей. А, нет, он взлетает. Ну, ладно, я успею. Я даже от этого увернулся. Такого хрена. Никогда такой фигни не было. Ну, то есть, бывает, естественно. Близковато, но не достанет. Я рано перекатился. Я умру, потому что Эстус кончится. Потому что я не могу от него постоянно уворачиваться. Я буду попадать под его атаки в любом случае в какие-то моменты. А Эстус уже кончился. Ну, хотя, не знаю. Как получится. Да, Каламит, перестань. Не могу тебя бить, когда ты так постоянно делаешь. Вот это вот хорошо. Если я еще попал по нему. Это тоже неплохо. Вау, урон. Дипс. В левую руку водит диван оружие. Ну, кстати, это вариант, но... Я не хочу так делать. Это будет неправильно. По идее, можно и вправо, потому что меняется только первое оружие в правой руке. То есть, то, которое на смене, оно вроде бы не должно меняться. Ну, это же не соответствует челленджу. Если я убью Каламита сейчас, то я дальше пойду, наверное, в нарисованный мир. Или Гвендолина убивать, или еще куда-нибудь туда. Я не хочу пока что в Нилон дойти. Хотя когда-нибудь все равно придется, так что... Нет особой разницы. Окей, огонь. Сделать диван щит. Но зачем? Щитом убивать скелетов? Причем прикол к Каламита. Ну да, тупо повышает урон и все. Оно было бы очень интересным предметом, если бы оно что-нибудь делало. На мой взгляд. А так просто, ну, блин, сложно себя повысить могу и на Г-плюс, пойдя и начав там с нуля или что-нибудь подобное. Ау. Нехорошо. И это тоже не очень хорошо. И я забыл, что у меня эсу скончился. И идет. Окей. Окей. Я, пожалуй, истратчу одну человечность. У меня их много. У меня их много. Если я ее смогу истратить, вместо того, чтобы щит доставать. Окей. Окей. Двойной дамаг и двойной получаемый дамаг было бы весело. Ну, да, или там что-нибудь. Я даже не знаю, что там может быть интересным в плане эффекта. Чтобы оно не было совсем читерским и его было бы полезно использовать. Больше увеличения дропа, чем, возможно, другими способами. То есть там до 500 или там выше. Было бы интересным вариантом. Ну, хотя его бы использовали именно для фарма. Потому что... Интересным было бы, если бы оно позволяло врагам дропить какие-то предметы, которые они не дропают так. Такой вот эффект, на мой взгляд, был бы очень интересен у Кольца Каламита. То есть какой-то уникальный, интересный эффект, но при этом получать двойной урон. То есть какой-то уникальный, интересный эффект, но при этом уникальный эффект, но при этом уникальный эффект. Не успел перекатиться, бывает. Почему так мало урона? Ладно, я съем еще одну человечность. Возможно, зря я это делаю конкретно в этот момент. Да, именно поэтому. Нет. Он по мне не попал. О, как он вовремя начал делать эту атаку, когда я был уже вне ее зоны действия. О, копье серебряного рыцаря. Если я смогу его ударить еще. Окей, он взлетает. Я могу еще. Почему оно у меня не жрется? Я не понимаю. Я жму жрать предмет, а оно не сразу начинает действовать. Ладно. После телекинеза такой же баф висит. Ну да. Он проклинает, и двойной урон получаешь какое-то время. Это основной эффект у этого телекинеза. Урона там маловато. Для того, чтобы это было какой-то внятной атакой. По-моему, он сам еще неуязвимый во время этого телекинеза, что в кооперативе немножко напрягает. Ну, то есть, если он именно кого-то поднимает. Хотя, возможно, я путаю. Короли, по-моему, неуязвимые, если у них кто-то в грабе есть. Ну, конкретно тот король, который грабит, естественно. Ау, ау. Лук не вовремя сменился. Упс. Отвечу уже стримить Dark Souls. Это, по-моему, уже несколько дней. Ну, по крайней мере, скрины всякие несколько дней уже вылезали. Там суть в том, что утекла версия. Ну, не версия, в смысле, а игра. Ее, скорее всего, уже можно спиратить на консоли и все тому подобное. Не, это не бета, это именно сама игра. Это суть в том, что ее там в магазины привезли, и они сразу начали продавать. Не дожидаясь 14-го числа или какого-то там релиза официальный. Где? То есть, в Америке 11-го вроде. Упс. Я зря это делаю. Сколько я человечности на него потрачу? Упс. Не успел. Видимо, много человечности я на него потрачу. Но я его почти убил. Сейчас глупо самоубиваться и там обгрейдить костер или что-нибудь подобное делать. Авеллин использовать тоже глупо, когда я так близко. Хотя вот так вот можно. Это даже какой-то урон нанесло. Ага. Почему бы мне не получить все луки и арбалеты? Рандомно. Окей. Это меня, скорее всего, убьет. Да. Печаль. Печаль. Так, ну ладно. Еще пару раз я попробую, наверное. Ну, как бы еще 20 минут с лишним. До конца стрима. Есть ли у меня двойная? Да, у меня есть двойная. И у меня, в принципе, есть всякие души Мануса и Арториас, которые тоже можно сожрать, потому что ничего из них я делать не буду. И можно из них получить левелап. Может быть, даже не один. Возможно, я зря сожрал эту последнюю на 5000. Да, определенно. Ну, в принципе, я, наверное, могу еще себе на один левелап накопить. Эм, инвентарь. Что ты делаешь? Почему ты закрылся просто так внезапно? Да. И теперь мне нужно еще... Одну человечность. Сойдет. И прокачивать Астус. Чтобы их было больше. К сожалению, он у меня всего плюс 2, и мне очень лень бежать в Блэйд Таун с душой. Ну, хотя бы у меня их теперь 15. Ну, в принципе, Куламид вроде бы не такой уж сложный. По сравнению с Манусом. Так что я думаю... Ну, сегодня я не знаю, успею я его убить или нет. Потому что, скорее всего, я его еще раз в два успею попробовать убить. Но хотя бы он выглядит не особенно сложным боссом, в принципе. Но он всегда не был особенно сложным боссом. Если не умирать с одного от его атак. Ну, все-таки. Собаки, конечно, меня дамажат еще по пути. Это нехорошо. Я, пожалуй, сразу съем Астус, чтобы полную жизнь иметь. Есть ли смысл подбирать мои души? По-моему, там что-то было. Там тысяч пять. Может быть, больше. С Мануса. Оставалось. Да. Десять даже. С лишним. Ну, ладно. Я ненавижу эту его атаку. У него очень кривой тайминг. Сорок один. Да, человечность реальная. Ну, человечность, зачем она? Косра обоградить. Я взял как раз в Нью-Лонда душу и в Хереша. Потому что их проще. Есть, конечно, еще в архивах, но туда... В принципе, там просто пробежать через всю локацию пару раз. Это не так просто, но это опять же долго. Вбывать тайминг там тоже не так уж сложно, но... Мне лень. Я идет. Кстати, что насчет брони... Вот эта вот, она хуже. Окей. А так? Не влезает все равно. А перчатки какие-нибудь? Тоже не влезает. А если снять перчатки? Почти. Почти. Почему у меня меняется мой максимальный вес? Или я туплю? Нет, видимо, я туплю. Ну, ладно. Человечность влияет на пару оружий. Ну да, в принципе. На хаос оружия. Все. Но это не так уж заметно и не так уж важно. У него все равно... Ну, хотя... В принципе, у хаоса оружия урон приличный. Я неправильно перекатываюсь, но пофиг. От собак, видимо, приходится просто получать урон. Уворачиваться от них сложно. Ладно, я не буду лечиться, потому что Каламид меня все равно с одного сейчас не убьет, скорее всего. Почему вот пока я бегу до него, у меня выскакивают всякие там вот эти вот... Луссерные, кристальные и прочее. Я щит отцомри. А когда я с ним воюю, у меня сплошные луки и щиты. Нет, щитов нет, потому что я их отключил. Если бы я их не отключил, то у меня были бы сплошные щиты, когда я с ним воюю. И вот эти вот кинжалы кристальные. Хотя 100 урона с кинжалой это неплохо. С моего брейкера. Ну, хаос оружия, кстати, против Каламиды не особенно эффективно, потому что у него к огню резиста много. Должно быть, по крайней мере. Я хотел подобрать душу, но я не успеваю немножко. Опять взлетел. А, нет, это он не так взлетел. Внезапно. 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 Арбалет не поможет. ОК. О, дубина, дипс. Прилично дипса. Или в тот раз был немой выбрайкера парирующий кинжал. Я не помню. По-моему парирующий. Но пофиг. В любом случае. ОК. ОК. Ну так как у своей анимации атаки нет. К сожалению. Не хватает анимации с боссами как в Dragon Age. Я не помню о чем речь. Возможно это потому что я играл в Dragon Age очень давно и только в первой. ОК. 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 к электричеству. Ну нифига. Как он забирается по шее дракона и протыкает голову? Ну не знаю, может быть. Не уверен, что оно нужно. Такие анимации. Я все еще ненавижу эту его атаку. От нее хрена вернешься. Видимо, я его все-таки сегодня не убью. Блин, в первый раз почти убил. Но потом не смог вылечиться и умер. Вау, я увернулся от собаки. Ура! Я увернул... Нет, я не увернулся от второй собаки. Черт. Самонаводящиеся собаки. Ну окей. Нет, у нас еще не 40 минут. А около 10. Ну, 12. 11. Где-то так. Ну, блин, который не навелся вовремя. Окей. Если он не будет делать эту атаку, то, ну, эти две разных атаки, которые выглядят почти одинаково, то я, возможно, его все-таки убью. Но он их будет делать. Ну, также вот эта. Вот эта атака, она достает не тем, что она сложная или что-нибудь подобное, а тем, что она, блин, полдня занимает. Я зря его ударил. Но хотя бы я выжил. Или нет? Не уверен. Нет, все-таки выжил. Вот эта вот хорошая атака, но у меня лук, который я не могу использовать. Это, в принципе, тоже хорошая атака, но у меня, опять же, обломок меча, который наносит 6 урона. Это тоже хорошая атака. Это не очень хорошая атака, потому что я ничего не могу с ним сделать. Атаку клюву надо блочить. Было бы чем. Ну, то есть, конечно, у меня есть... Упс. Вол. У меня есть графскресса щилд, но он не так уж хорошо блочит. Истамины у меня не так уж много, чтобы блочить. Опять лук гвиндолина, или что это? Ну, то есть, я предполагаю, что это он, потому что я еще не знаю других луков, которые выглядели бы нестандартно. Хоть какой-то урон. Окей, спасибо. Единственное хорошее, что есть в этой атаке, это повод вылечиться. Атаке клювом нужно от них перекатываться в сторону клюва, но это не всегда срабатывает. Там тайминг очень суровый. И еще и зависит от дальности. То есть, если совсем в упор к нему быть, то обычно клепаешься об него, и из-за этого не получается. Ну, или об его клюв. Да, слишком далеко быть тоже плохо. В общем, это неудобные атаки. Хвост тоже немножко напрягает в этом плане, но он намного проще. Окей. Синжал, это нехорошо. Ау. Ну ладно. У, костер. Урон, конечно, но он хотя бы быстро бьет достаточно. Можно под него вот так вот заходить, тогда он клюв не достает, естественно. Но это нужно... Это как бы тоже зависит от того, где я, когда он начинает ее делать. Пытался ли я пройти игру на клаве? Ну, на видео нет, но так я пытался. Не то чтобы пройти, я пробовал просто на NG+. И я дошел до... По-моему, я убил Арштейна и Смолга без особых проблем. Ну, это на NG+. Было, правда. Но, как бы... Это намного менее удобно, чем с геймпада для меня лично. Ну, это с мышкой, с маус-фиксом. Без мышки я не пробовал, но это тоже, наверное, будет достаточно адекватно. Я срее выстрелил. Я просто надеялся, что он уже сменил себе этот арбалет на что-нибудь, чем можно не выстрелить, а ударить. Но он немножко медленнее, чем я надеялся. Окей. Очень слабая Рикардо Варапира. Продолжение следует... Окей. Не окей. Стоило бы вылечиться. В принципе, сейчас можно. Я неправильно перекатился, потому что если бы я чуть ближе к нему оказался, то он бы меня ударил... ногой. Я продолжаю ненавидеть эту атаку. У меня кончается эс, то есть, при том, что у меня его было 15. Малого урона. Эстус. Вау, я успел. И не то, чтобы успел перекатиться, если бы он по мне все-таки попал, то он бы меня ударил, потому что тайминг был приводен, но я перекатился так, что он не попал у меня. Что хорошо. Окей, чёрт. Зацепило. Ну блин, нет, нет, перестань. Перестань, коломит. Окей, спасибо. Пока надо мной этот его глаз с урона, я получаю двойной урон. И это не очень хорошо, хотя, к счастью, он делает те атаки, от которых легко увернуться. О! Алибарда Чёрного Рыцаря, которая Глефа. Неплохо. Окей. Когда он вот эту вот атаку делает, может случиться такой фейл, что будет стена там, куда он так дэшится, и он окажется слишком близко. Я постоянно боюсь, что это случится, и я из-за этого умру, потому что если он окажется слишком близко, то его огонь до меня достанет, несмотря на то, что я там перекатываюсь назад. О! Ну, блин. Я не смогу его сейчас ударить. Ну, у меня имбовая дубина сменилась на имбовую дубину, только не кристальную на этой трассе, поэтому урона никакого, потому что я его ударил вот этим парирующим Тинджао на 106 урона. Веселье. Ну, или я не знаю. В момент перестань. Окей. Да блин, это снова не та атака. Какого хрена он взлетает и потом не жжет, а приземляется на то же место? место скончился. Человечности 11. Ну, то есть я могу лечиться человечности. Это не проблема. Уу, дипс. Дипс. Хороший дипс. И кристальный лук. Кристальный лук должен неплохо дамажить. 48. Нет. Плохо. Не туда перекатываюсь, я съем человечность. Я не хочу умирать с одного. Цвай. Незаточенный. Не зря вообще ему ударил, конечно, но пофиг. Не так больно задамаживаю. Вот это вот хуже. Кроме взлетия. Ну, или так. Это опасно, но я могу сожрать и выжить. Сожрать человечность и выжить. Когда-нибудь у меня в руке появится полезное оружие. Скорее всего, когда он будет в воздухе, как, например, вот сейчас. Я так всю человечность потрачу. Упс. Шател слабый. Ну, наверное, еще одна человечность, что поделать. Окей. Я ткнул его цваем. Уже хорошо. Я ткнул его муракумой, хотя не ткнул, но все равно. И рапиры пару раз. Упс. Окей. Не надо спойлеров про вторую часть, если что. Ура! Куламид готов. Два босса на одном стриме. Какого хрена? Боссы ДЛЦ слишком слабые. Нужно понерфить все оружие и всю броню. Ну, окей. Так. Когда-нибудь я смогу использовать этот баг. Ура! Окей. И мне хватит там на два уровня. И еще 10 тысяч нужно на третий, но 10 тысяч у меня нет. Так что, да. И, в принципе, пойду-ка я вот туда, потому что в следующий раз я оттуда куда-нибудь буду идти. Включить новые щиты. Ну, наверное, в зависимости от того, что я буду делать в следующий раз. Есть ли у меня кольцо? Я хочу узнать. Нету? С собой точно нет. И коробки у меня вообще нету. Окей. Ну, ладно. Тогда на этом, наверное, все. Как раз время. Так что я очень вовремя убил киломита. А так что тогда на сегодня на этом все. Завтра будет это все на ютубе. Ну, и в субботу стрим в стандартном режиме. Скорее всего, один час Dark Souls, один час Path of Exile или как-нибудь так. Ну, а на сегодня тогда на этом все. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok